Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, что-то мы мало уделяем внимания нашим самым верным друзьям. Породы пушистых мурзиков мы изучаем регулярно. А что же с собаками? Недавно я рассказывала про породу собак, которая создана специально для охоты на волков. Тайган, ищите его в плейлисте собаки. Так вот, сегодня у нас в гостях пёс не менее грозный для серых санитаров леса. Встречайте Алабая или среднеазиатскую овчарку. По-туркменски Алабай в переводе означает «пёстрый и большой». А ещё это собака, которая напрочь отказывалась служить голым обезьянам на их государственных службах. Несмотря на свою впечатляющую мощь и интеллект, из вольнолюбивой овчарки так и не удалось сделать собаку пригодную к выполнению какого-то там долга, как это, например, получилось у немецкой овчарки. Почему, спросите вы? Давайте разбираться. Алабай – это очень древняя порода собак. Он относится к молосским собакам, то есть к собакам, возникшим в государстве Эпир в молосский период. Предок молоссской собаки – тибетский док, тяжёлая грузная собака с длинной шерстью. А первое упоминание этой собаки относится к 1121 году до н.э., когда её подарили в качестве подарка китайскому императору. Позже предок Алабая попал в Монголию, Месопотамию и Среднюю Азию, где, смешавшись с местными породами, утратил длинную шерсть, но сохранил свои основные черты, мощное телосложение и большую голову. По легенде, крупных псов стала разводить мать Александра Македонского Олимпиада. С тех пор собаки стали сопровождать войска Александра, и порода распространилась по Европе с Азией. Из рода молоссов, как отдельная порода, среднеазиатская овчарка, алабай или туркменский волкодав, появилась на всей азиатской материковой территории, от Каспийского моря до Китая. Так как эта часть материка была заселена в основном кочевниками, от собаки требовалось спасти копытных и охранять скот. В суровых условиях зноя, скудности пищи и постоянной борьбы с хищниками, такими как волки, собака сформировалась как бесстрашный и очень выносливый пастух. Туркменский алабай – это собака крупная, с обтекаемым телосложением. По словам Чабанов, такой эту собаку сделал ветер. Шея защищена от нападения волков плотной кожной складкой, а уши, которые можно ухватить во время схватки, обычно купируют в первые же дни после рождения. Характер у алабаев подозрительный, злобный по отношению к чужакам, но часто сонливый и флегматичный, хотя часто это сонливость лишь прикрытием. Из-за высокого интеллекта и свободолюбия собаки не держатся на привязи, а работают свободно, самостоятельно, выставляя границы пастбища. Алабай до нашего времени дошел в своем первозданном виде, поэтому среднеазиатская овчарка является аборигенной породой. Рабочие качества алабая настолько хорошо совпали с потребностями голых обезьян, что это не потребовало какой-то дополнительной селекции породы. Вне пастбища и вдали от отары, алабай вполне дружелюбен к человеку, что обусловлено необходимостью перегона стада через жилые участки и постоянным общением с людьми. Чебаны рассказывают, что раньше при миграции отары сопровождали самые крупные, мощные и свирепые алабаи. Их называли елтай. Во время перегона отар эти собаки периодически издавали рычание, подобно львиному. И никто, ни зверь, ни человек не могли приблизиться к отаре. Особенно сильно охранная функция проявляет себя с наступлением темноты. В это время алабай бодрствует, ибо и волки тоже не спят. С алабаями было принято оставлять женщин и детей как самым надежным сторожем, когда главы семьи не было дома. В интернете периодически всплывает факт того, что, дескать, в XIX веке при колонизации Средней Азии алабаи повсеместно убегали от местных жителей и прибивались к русским. Несмотря на то, что собаки у жителей Средней Азии действительно предоставлены сами себе и не особо видят от хозяев ласки, тем не менее, это очень сомнительное, так как основой существования алабаев является охрана овец, и врагами этой собаки являются все, кто не владеет ее овцами. Тем более среднеазиатская овчарка — одно из главных богатств чебанов. В Туркмении алабая иногда ласково называют каюнчи, что значит овечья собакой, любящая овец. Из-за прекрасных боевых и охранных качеств в СССР неоднократно предпринимались попытки разведения среднеазиатской овчарки как государственной собаки. В 20-30-х годах советскому государству понадобилось много караульно-сторожевых собак. И тут-то вспомнили про алабая, которого начали завозить в питомники. Но оказалось, что для караульных задач он не очень-то подходит. Для такой службы собака должна быть достаточно возбудимой, чтобы с большого расстояния облаять нарушителя. Азиат же был слишком флегматичным. Ну, зачем попусту лаять, если чужак далеко не прижился к государственной службе и своевольный характер алабая. Пес защищал овец всегда самостоятельно, часто жил на подножном корме и принимал важные решения тоже сам. Это и отличало азиата от других овчарок, которые тоже прекрасно работают со стадом, но работают по команде человека. Поэтому, кстати говоря, этого алабая так трудно натаскать на человека. Это вид тренировки. Вместо игровой опортировки алабай начинает кусать человека за незащищенные места, чтобы его убить, и вместо того, чтобы вцепиться и повиснуть на жертве, например, как Ротвейлер. Азиатская овчарка наносит ей несколько жестоких укусов в разных местах, ну или вообще не проявляет интерес к такому сомнительному занятию. Не принесло пользы и азиатское упрямство. Обучение простейшим командам через вкусняшки может весьма затянуться. Алабай будет изображать, что он как будто ничего не понимает, и потом через какое-то время он вдруг, чем-то вроде как заинтересовавшись, проделает все в точности, как его учили. Просто теперь алабай счел, что он сам этого хочет. По той же причине пес может уйти со стационарного поста просто по своим делам. Если ему в этом что-то мешает, то он сломает забор, откроет задвижку или вырыт подкоп уникальна и флегматичность собаки. Вроде все обучение построено правильно, вроде был результат, но в самый важный момент, когда нужно бежать и хватать, пес просто зевает и без интереса смотрит на дрессировщика. Так что чиновник из Алабая не вышел. А вот охрана дачи, поселения, скота или загородного дома, где нужно бегать без привязи, по большой территории и принимать самостоятельные решения, здесь среднеазиатской овчарки равных нет. Алабай тут же преображается, если попадает в условия, в которых жил сотни лет. Однако и современность не подошла Алабаям. Она населила ими города и заперла в квартирах, стала обучать розыску и выступлениям на соревнованиях. Несчастные люди, которых обучают, примерно таким же бессмысленным вещам делают несчастными и своих собак, в то время как Алабаю требуется самому принимать решения. Эту собаку создал ветер, а ветер служит тем, кто хочет быть свободным. Так что я за то, чтобы свободные собаки защищали свое стадо от волков на родине. А как Вы думаете, Алабай приспособлен к городским условиям существования? Пишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok